Тайсон, Майк. Майкл Джерард Тайсон, Англ, Майкл Джерард Тайсон, род, 30 июня 1966 года, Браунсвилл, Бруклин, Нью-Йорк, США, американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Национальный олимпийский чемпион США среди юниоров в первом тяжелом весе, 1982. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов, 1987-1990. Чемпион мира по версиям WBC, 1986-1990-1996, WBA, 1987-1990-1996, IBF, 1987-1990, The Ring, 1988-1990. Линейный чемпион, 1988-1990. Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Самый высокооплачиваемый боксер в истории, до Флойда Мивизера. Самый перспективный боксер, 1985 года по версии журнала, Ring. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала, Ring, 1989-1990. Боксер года, по версии журнала, Ring, 1986-1988. Боксер года, по версии B.W.A.A., 1986, 1988-10 тысячных. Спорт-личность года, по версии BBC, 1989. Иностранный спортсмен года, по версии BBC, 1989. Лучший спортсмен за рубежом, 1987-1989, по версии BBC. Рекордсмен по количеству наград, события года, по версии журнала, Ring, четыре раза получал награду, 1995, возвращение Тайсона, 1997, укус во время боя с Ивандером Халифилдом, 1998, восстановление Тайсона, 2002, скандальная пресс-конференция Тайсон, Льюис. Самый жестокий человек в истории спорта, и, самый сильный нокаутер в истории, по версии канала ESPN. Включен в Международный зал боксерской славы, 2011, во Всемирный зал боксерской славы, 2010, в зал славы бокса штата Невада, 2013, в зал славы WWE, 2012. На 49-й ежегодной конвенции WBC в Лас-Вегасе, Майк Тайсон был внесен в Книгу рекордов Гиннеса и в торжественной обстановке получил два сертификата, за наибольшее количество самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе. Является обладателем многих мировых рекордов, не побитых по сей день, самый молодой чемпион мира в тяжелом весе, в 20 лет 144 дня, самый молодой абсолютный чемпион мира, в 21 год, боксер, потративший наименьшее время с момента дебюта на завоевание титулов чемпиона и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, один год 8,5 месяцев и два года 5 месяцев соответственно, первый и единственный абсолютный чемпион, который завоевал три основных титула последовательно один за другим, самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории, единственный, защитивший титул абсолютного чемпиона, WBC, WBA, IBF, шесть раз подряд, наибольшее количество самых быстрых нокаутов, 9 нокаутов менее, чем за одну минуту, самый быстрый нокаут на юношеских олимпийских играх, 8 секунд, имеет три судимости, в 1992 году, за изнасилование приговорен к шести годам тюрьмы, из которых очидел три, в 1998 году, за избиение людей, которые столкнулись с его машиной, приговорен к трем с половиной месяцам лишения свободы, и 2008 году, сутки тюрьмы за употребление наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. В юном возрасте также отбывал наказание в детских колониях. Женат третьим браком. Отец восьми детей. В 2009 году трагически погибла его четырехлетняя дочь. Исповедует ислам и имеет арабское имя Малик Абдул-Азиз, англ – Малик Абдул-Азиз. Является веганом. Основатель промоутерской компании Iron Mike Promotions. Кроме бокса, Майк известен своей актерской карьерой. Принял участие в написании сценария к автобиографическому фильму «Тайсон» 1994, снялся в двух документальных фильмах «По ту сторону славы» 2003 и «Майк Тайсон» 2009. В 2016 году снялся в одной из главных ролей фильма «Ипэман 3». Прозвище – «Железный Майк». Биография Семья Родился 30 июня 1966 года в городе Нью-Йорке, в Бруклине, в районе Браунсвилл. Его родителями были Лорна Мэй Смит, 1927-1982, работавшая проституткой на дому, и Джимми Киркпатрик, 1924-1992, местный сутенер. Однако свою фамилию Майк унаследовал от своего биологического отца, уроженца Ямайки, Персела Тайсона, который бросил Лорну вскоре после того, как она забеременела. С Киркпатриком они прожили вместе меньше года, он бросил семью к моменту рождения Майка и больше не появлялся. О том, что Киркпатрик неродной его отец, Майк узнал только в 38 лет, когда впервые увидел свое свидетельство о рождении. Тем не менее, это не поколебало его сыновних чувств к Киркпатрику, как он сам поведал об этом в интервью, я позарез хотел быть сыном сутенера, потому что это был большой статус у меня на районе. Кучерявый, прозвище Киркпатрика, был быстро разговаривавшим и клево одевавшимся чуваком, который изменил образ жизни моей матери, которая вскоре, после их знакомства, уже была вовлечена в уличную жизнь. Кучерявый, был сутенером, а Персилл был скромным таксистом. Я позарез хотел быть сыном сутенера, потому что у меня на районе это имеет вес, позднее Майк был усыновлен итальянцем Кассом, Константино, доматой его женой, украинкой Камилла Ивалд, которая родилась на Тернопольщине, в украинской семье Гната и Анастасии Ивашук, после эмиграции фамилия изменена на Ивалд. Приемную мать Тайсон называл своей «белой мамой», испытывал самые теплые чувства и неоднократно рассказывал в интервью. У Майка есть единоутробные братья и сестры, старший брат родни Тайсон и старшая сестра Деннис Тайсон, а также сводный брат по отцовской линии, Джимми Ликерк Патрик. Детство и юношеские годы. Он имел очень мягкий характер и не умел постоять за себя. Его старший брат родни и соседские мальчишки и одноклассники постоянно издевались над майком. До 10 лет он был патологически не способен себя защитить. Однако в возрасте 9-11 лет в Майке произошел перелом. Однажды один из членов местной уличной банды вырвал у него из рук любимого голубя и оторвал ему голову. Разъяренный Майк набросился на своего обидчика и жестоко избил его. С этого момента Майк пользовался уважением среди местных малолетних бандитов, которые приняли его в свою компанию и научили лазить по карманам, воровать и грабить магазины. Деятельность такого рода повлекла за собой аресты, визиты в исправительные учреждения для малолетних правонарушителей, во время одного из которых Тайсону удалось повидаться с Мохаммедом Али, приезжавшим туда, чтобы пообщаться с трудными подростками. Именно после встречи с Али он впервые задумался о карьере боксера. В возрасте 12 лет Тайсон был отправлен в Трайон, спецшколу для несовершеннолетних преступников, расположенную в северной части штата Нью-Йорк. К этому моменту он считался неисправимым и отличался огромной для своего возраста физической силой. В школе, в которую определили Тайсона, учителем физкультуры работал бывший профессиональный боксер Бобби Стюарт, в прошлом победитель первенства США среди любителей в полутяжалой весовой категории 1974. Попав однажды в школьный карцер, Майк увидел из-за решетки, как полужайки внутреннего двора школы конвоировали подростков, лица которых были в синяках, но они шли бодрой походкой и улыбаясь. Тайсон спросил охранников, кто это такие. Ему ответили, что это повели боксеров, занимавшихся под руководством Стюарта. Тайсон, подглядев на них, не имея представления ни о технике бокса, ни о весовых категориях, решил, что он значительно массивнее их всех, а поэтому всех их побьет, и заявил охранникам, что тоже хочет стать боксером, попросив встретиться со Стюартом. Стюарт согласился тренировать его при условии, что Майк не будет нарушать школьную дисциплину. Спустя некоторое время Стюарт заключил с ним еще один договор, чем лучше Майк учится в школе, тем больше Стюарт занимается с ним боксом. Тайсон, которого до этого считали умственно отсталым, сумел заметно повысить свою успеваемость. Уже в 13 лет Майк мог поднять стакилограммовую штангу в жиме лежа и уже тогда подавал признаки незаурядного боксерского таланта. Стюарт обучал Тайсона боксу в течение двух лет, с 1978 по 1980 годы, что вскоре привело к значительным результатам. Как позже это описал сам Стюарт. Мы с Майком спарринговали однажды. Он пробил джеб, который чуть не сбил меня с ног. Мне повезло, что следующую неделю я был в отпуске, потому что мой нос был сломан, под глазами все было черное. Уже тогда Стюарт понял, что его ученик перерос его, и познакомил Майка, которому тогда было 14 лет, с легендарным тренером и менеджером Касом Дамата. На момент приезда их вместе со Стюартом в клуб Дамата в зале не было боксеров, сопоставимых по размерам с Тайсоном, и по просьбе Тидиатласа Стюарт снова надел перчатки и вышел на ринг с Тайсоном. Майк, очевидно понимая, что перед ним возник шанс начать новую жизнь, свирепо набросился на своего наставника, засыпая его ударами, чем произвел серьезное впечатление на Дамата и всех присутствовавших. Стюарт позже вспоминал, он был идеален, агрессивен как ад. Дамата, разговаривая со Стюартом, поделился с ним своим впечатлением, что если Майк будет продолжать в таком же духе, то станет чемпионом мира. Кас создал вокруг Тайсона профессиональную команду, тренеры, секунданты, массажисты и другие, задействовал свои неформальные связи и влияние, чтобы добывать ему опытных спарринг-партнеров. Будучи в любителях, Тайсон уже тогда спарринговал с профессионалами из первой десятки типа Джимми Кларка и Карла Уильямса. Его менеджер Джим Джейкобс, старый знакомый Дамата, предоставил в распоряжение Тайсона свою крупнейшую в мире видеотеку, содержащую 26 тысяч лент кинохроники боксерских поединков, на тот момент это составляло примерно 98% боксерских поединков, когда-либо записанных на пленку. Вместо кинотеатров Майк регулярно посещал собственный кинозал, где он многократно пересматривал боксерские поединки от первых записанных на пленку черно-белых лент до наиболее современных. На становление его индивидуального стиля в наибольшей степени повлияли Джек Демпси, Эусебио Педросо и Роберто Дуран. Майк даже назвал своего питбуля «Дуран» в честь кумира его детства. Регулярный просмотр видеозаписей со старыми боями повлиял не только на стиль боксирования, но и на имидж Тайсона. Под впечатлением от увиденного он выбрал для себя достаточно необычный по тем временам имидж, он выходил на ринг без музыки, без халата, в простых черных трусах и боксерках на басу ногу. Отвечая на вопросы журналистов, он говорил, что «это помогает ему чувствовать себя воином, гладиатором». Дамата стал не просто наставником для Тайсона. После смерти матери Тайсона в 1982 году Касс, вместе со своей гражданской женой Камиллой Эвальд, не имея собственных детей, усыновили Майка, оформив опеку над ним. Привыкнув к спартанским условиям жизни в спецшколе под надзором строгого стюарта, поначалу Тайсон с недоверием отнесся к Дамата, который все ему позволял, и по его собственным словам, воспользовавшись внезапно полученной свободой, вернулся к своей прежней жизни, по будним дням занимался боксом под руководством Дамата, а по выходным приезжал к себе на родину в Бруклин и продолжал заниматься грабежом и разбоем, возвращаясь обратно в Кацкилл, чтобы отсидеться после очередного преступления. Но по мере дальнейшей жизни вместе с Дамата у него росло доверие к Касу, он все более проникался его жизненной философией. Со слезами умиления на глазах он впоследствии вспоминал, что в ту пору отказался от преступного образа жизни и укрепился в мысли, я буду держаться за эту боксерскую шнягу. Вскоре Тайсон стал самым преданным его учеником, скажи он мне, куси, я бы кусал. Я стал словно его, верный, пес. Дамата позже рассказал, что Тайсон жадно впитывал в себя всю информацию о боксе, который имел доступ, перечитал всю подшивку журналов, ринг. За несколько десятилетий, Дамата был постоянным подписчиком, и все книги о боксе, имевшиеся в их библиотеке, регулярно разговаривая с Касом о различных боксерах прошлого, большинство из которых тот знал лично. Постепенно он, сам того не замечая, фактически стал историком бокса. Зная малоизвестные подробности из жизни и карьеры множества американских боксеров и невидимых зрителю «кулуаров» профессионального бокса. В связи с этим после смерти Дамата Тайсона стали приглашать на съемки документальных фильмов о боксе не столько как чемпиона, сколько как «ходячую энциклопедию». Под его редакцией вышел ряд исторических документальных лент и сериалов на телеканалах США, ABC Sports Network, HBO Boxing, и Великобритании, BBC Sport. Чемпионские годы. 22 июня 1987 года Тайсона арестовали по обвинению в нападении и нанесении увечий. Он приставал к сотруднице платной автостоянки, а потом ударил заступившегося за нее коллегу. Дело закрыли после выплаты им 105 тысяч долларов. 1988 год стал переломным для Майка, он уволил своего тренера Кевина Руни и распустил всю команду, после чего карьера пошла на спад. 9 февраля 1988 года Майк Тайсон женился на актрисе Робин Гивенс. На следующий год, 14 февраля они развелись в Доминиканской республике. Майк Тайсон так и не окончил среднюю школу. В 1989 году вместе с Доном Кингом он был удостоен звания почетного доктора гуманитарных наук в Центральном государственном университете в Уилберфорсе, штат Огайо, президентом университета Артуром и Томасом. В 1990 году Майк забросил тренировки и стал злоупотреблять алкоголем. Следствием этого явилось его поражение от «Бастера» Дугласа 11 февраля 1990 года в Японии, что до сих пор считается самой великой сенсацией в истории бокса, ставки на победу Дугласа были 42 к 1. В интервью американскому кабельному каналу YS Network Майк Тайсон признался в том, что считает свой поединок 1990 года против Дугласа лучшим боем в своей карьере. «Я всегда буду говорить, что, на мой взгляд, это был мой самый лучший бой, я всегда ставлю его на первое место. Это странно, но Кас, Дамата, всегда говорил мне, ты должен побеждать всех, ты в состоянии сделать это, но что произойдет, когда побьют тебя, сможешь ли ты справиться с этим?» И этот бой доказал, что я могу справиться с этим. После этого боя Тайсон вернулся к тренировкам и записался на лечение. 19 июля 1991 года его обвинили в изнасиловании 18-летней Дезире Вашингтон, имевший титул «Черная мисс штата Рот-Айленд». В уголовном деле было немало спорных моментов, говоривших в пользу того, что все произошло по согласию, однако 9 сентября 1991 года большое жюри штата Индиана проголосовало за предъявление обвинения Тайсону по трем статьям, включая и изнасилование. Тайсон был осужден 10 февраля 1992 года. 5 марта 1998 года Тайсон подал в суд на своего бывшего промоутера Дона Кинга с требованием выплатить ему 100 миллионов долларов в качестве компенсации материального ущерба, нанесенного за время их совместной работы. Дело не дошло до суда и было улажено за 14 миллионов долларов. Личная жизнь. Был женат трижды, первый раз на актрисе Робин Гивенс, второй раз – на враче-педиатрии из медицинского центра Джорджтаунского университета Моники Терна. С 6 июня 2009 года женат третьим браком на Лаке и Спайсе. Дети – Диамата Килрейн, род 1990, Микки Лорна, род 1990, Рейна, род – 14 февраля 1996 года, Амир, род – 5 августа 1997 года, Мигель Леон, род – 2002, Эксодус, погибла в результате несчастного случая в 2009 году. Сын Марокко Илья родился 25 января 2011 года. Брат Тайсона родни Тайсон является помощником врача в травматологическом центре Лос-Анджелеса в медицинском центре университета Южной Калифорнии. Обратился в ислам. При смене религии получил имя Малик Абдул-Азиз. С 2009 года является веганом. 26 мая 2009 года в американском городе Финикс в 11 часов 45 минут по местному времени умерла 4-летняя Эксодис Тайсон, дочь Майка Тайсона. 25 мая она запуталась в проводе от беговой дорожки, когда играла дома, и провод задушил ребенка. Врачи боролись за жизнь Эксодис около суток, но не смогли спасти девочку. Любительская карьера. Он дебютировал в мае 1981 года в 15 лет, в клубе Халик мальчика прозвали «Танк». В этом же году провел в общей сложности 6 боев, в которых проиграл только последний, перед боем с Эрни Беннетом в ноябре. Все свободное время было посвящено тренировкам, что немедленно привело к потрясающим результатам. Уже в 1982 году Майк выступает на юношеских Олимпийских играх. Первого своего соперника он побеждает на ринге всего за 8 секунд. Остальных ждала не менее жестокая расправа. В финале он вышел против Джо Кортеса. Тайсон сразу же пошел в атаку и нокаутировал своего соперника за несколько секунд. В следующем году проиграл только Элу Эвансу, что позволило ему принять участие в турнире «Золотые перчатки» в 1983 году. Там он получил серебряную медаль после боя с Крейгом Пейном, хотя при оглашении оценки в пользу Пейна зал недовольно гудел. Перед окончанием года был дисквалифицирован до боя с Кемуэлом Адумом в Колорадо Спрингс. В 1984 году Тайсон начал выигрывать все свои бои. Логичным завершением его любительской карьеры должны были стать Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе. На пути к финалу Олимпийского отбора Тайсон победил техническим нокаутом в одном раунде Келтона Брауна, победил по очкам Эвери Роулса и нокаутировал во втором раунде Генри Миллигана. Выиграл золотые перчатки в тяжелом весе, до начала отборочного тура Олимпийских игр имел показатель 24-3 и считался явным фаворитом, чтобы выиграть место для защиты Соединенных Штатов на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе. В отборочном бою Тайсон встретился с Генри Тиллманом, который затем и стал Олимпийским чемпионом. В первом раунде Тайсону удалось отправить Тиллмана в нокдаун так, что тот вылетел с ринга, но добить его не сумел. Во втором раунде Тиллман бегал от Тайсона, работая преимущественно джебом. Тайсон часто настигал его и наносил точные удары. В конце третьего раунда Тиллман просто убегал от Тайсона, который сумел пробить несколько жастких ударов. По окончании поединка судьи близким решением присудили победу Тиллману со счетом 3-2. При оглашении оценки в пользу Тиллмана зал недовольно гудел и освистал это решение. Затем Тайсон в отборочном бою снова встретился с Тиллманом. И снова победу близким решением судей одержал Тиллман. Многие сочли, что Тайсона просто не хотели пускать на Олимпийские игры за его агрессивный стиль, уже напоминающий стиль профессионала. Однако реванш за этот проигрыш Тайсон возьмет чуть позже, 16 июня 1990 года, уже на профессиональном ринге, когда нокаутирует своего обидчика в первом раунде. 16 сентября 1984 года Тайсон выиграл турнир Таммер в Тампере, после победы над Хаканом Броком. Как бы там ни было, Кас Дамата не дал долго расстраиваться Майку из-за досадного поражения в отборочном туре Олимпийских игр и вплотную занялся подготовкой боксера к профессиональной карьере. Он пригласил для работы двух знаменитых менеджеров и организаторов боксерских боев, Билла Кейтона и Джима Джекобса. В боевой подготовке боксера старому учителю помогали Кевин Руни и Тедди Атлас. Титулы. 1981 – Чемпион юношеских олимпийских турниров. 1982 – Чемпион юношеских олимпийских турниров. 1983 – Серебряный призер турнира – Золотые перчатки. 1983 – Золотая медаль в рамках 19 национального чемпионата. 1984 – Золотая медаль в рамках 20 национального чемпионата. 1984 – Чемпион турнира – Золотые перчатки, в тяжелом весе. 1984 – Победитель – Турнира чемпионов. Профессиональная карьера. Дебют. 5 марта 1985 года Майк Тайсон впервые вышел на профессиональный ринг. Первым соперником Тайсона в профессионалах стал Гектор Мерседес. Всего же за 1985 год Тайсон провел 15 боев, победив всех соперников нокаутами. Взлет к славе. В январе 1986 года Тайсон встретился с Майком Джеймсоном. Тайсон отправил Джеймсона в нокдаун в 4 и 5 раундах и победил техническим нокаутом в 5 раунде. Джеймсон стал первым, кому удалось продержаться до пятого раунда, хотя ни одной минуты ни одного раунда ему выиграть и не удалось. Возможно на результат повлияло также то, что предыдущий бой Тайсон проводил всего 13 дней назад. В феврале 1986 года Тайсон вышел на ринг против Джесси Фергюсона. Ближе к концу пятого раунда Тайсон загнал противника в угол. Тайсон провел правый крюк в корпус, но удар пришелся по защите, и сразу же правый апперкот, которым сломал Фергюсону нос. Фергюсон упал на канвас. Он встал на счет 8. Тайсон бросился его добивать. До конца раунда оставалось 30 секунд. Тайсон провел спуртовую атаку, но Фергюсону удалось продержаться до гонга. В шестом раунде Фергюсон начал постоянно клинчевать. В середине раунда он зажал руки Тайсона и не отпускал его. Рефери попытался разнять бойцов, но Фергюсон не отпускал Тайсона. Тогда рефери остановил бой и дисквалифицировал Фергюсона. Позже, чтобы не портить послужной список Тайсона, Нью-Йоркская атлетическая комиссия поменяла формулировку результата с дисквалификацией на технический нокаут. В марте 1986 года Тайсон встретился со Стивом Зауски. В третьем раунде Зауски сразу пропускал удары по голове, упав на канвас от левого бокового в голову. Ближе ко второй половине раунда, рефери отсчитал 10 секунд. Зауски встал на 11, бой был окончен. В мае 1986 года Тайсон встретился с бывшим претендентом на титул Джеймсом Тилисом. Тиллес до боя с Тайсоном проиграл три последних боя по очкам, но при этом доставил соперникам большие проблемы. Тем не менее все эксперты считали, что его ждет поражение нокаутом. Интересный факт был в том, что Тиллес большинство боев провел страдая аллергией, из-за чего у него возникала преждевременная усталость в середине боя, однако как раз перед боем с Тайсоном Тиллес вылечился и вышел на бой в наилучшей в карьере форме. Тиллес вопреки скептическим мнениям о себе продемонстрировал невероятную стойкость, пропустив несколько сильных ударов в первых раундах. Кульминация боя, казалось, назревает, в пятом раунде, когда Тиллес пропустил боковой удар Тайсона, потерял равновесие и упал, но поднялся и продержался до конца раунда. Тиллес пытался атаковать и выкидывал большое количество джебов, которые главным образом попадали по защите Тайсона. Тайсон впервые прошел всю дистанцию боя, продемонстрировав в этом бою класс своей защиты, Тиллес стал первым соперником, кто сумел продержаться против Тайсона до конца поединка. Тайсон хорошо выглядел в этом бою, но не сумел послать противника в нокаут, победив единогласным решением судей. В мае 1986 года Тайсон вышел на бой против Митча Грина. Этот бой Тайсон провел всего через 17 дней после поединка с Тиллесом. Митч Грин до боя с Тайсоном имел всего лишь одно поражение и считался достаточно перспективным боксером. Также нервную атмосферу на ринге накаляло еще то обстоятельство, что Грин, как и Тайсон, вырос в Браунсвилле и в детстве входил в банду, противоборствующую банде, в которую входил Тайсон. Тайсон доминировал весь бой, пробивая серии и великолепно защищаясь, при этом Тайсон постоянно дразнил противника, пританцовывая перед ним с опущенными руками. Среди ярких моментов была выбитая джебом Тайсона Капа Грина и выбитый у него же золотой зуб, который приземлился перед писателем Филом Бергером. По регламенту за победу в раунде давали 1 очко. Тайсон победил единогласным решением судей. Большинство экспертов, сравнивая этот бой с боем Тайсон Тиллес, посчитали, что если Тиллес пытался выиграть, то Грин просто выживал на ринге, сумев отбегаться от Тайсона. После этого боя Грин не выходил на ринг 7 лет. После двух десятираундовых боев против Тиллеса и Грина Майка проверк скептические разговоры в свой адрес, одержав ряд побед нокаутами и снова подтвердил свой статус самого опасного тяжеловеса. В июле 1986 года Тайсон встретился с Риджи Гроссом. В конце раунда Гроссу удалось сдержать атаку Тайсона, выбросив огромное количество ударов. Тайсон продемонстрировал мастерство защиты, уклонившись почти от всех ударов, и на скачке пробил левый боковой. Гросс рухнул на канвас. Гросс поднялся. Тайсон пробил еще серию ударов и снова отправил своего соперника в нокдаун. Гросс поднялся, но был не в состоянии продолжать и рефери остановил бой. Бой с Марвисом Фрейзером В июле 1986 года состоялся бой двух самых перспективных боксеров, непобежденного Майка Тайсона и сына знаменитого чемпиона в тяжелом весе Джо Фрейзера, Марвиса Фрейзера. На тот момент Марвис считался самым опасным соперником Тайсона. В своем активе он имел 16 побед, среди которых были победы над Джеймсом Браадом, Джеймсом Телисом, Бернардом Бентоном, Джо Багнером, Хосе Рибальтой, Джеймсом Бонкрашером, Смитом и всего лишь одно поражение, которое он потерпел от Ларри Холмса. Однако в бою с Тайсоном он потерпел самое унизительное поражение, из числа тех соперников, что побил Тайсон. В начале первого раунда Тайсон загнал противника в угол и провел правый апперкот. Фрейзер был потрясен. Тайсон сразу же провел еще серию сильных ударов. Противник свалился. Рефери начал считать, но видя, что Фрейзер бесюственное лежит, прекратил считать. Это был тяжелый нокаут. Фрейзер пришел в себя через несколько минут. Этот 30-секундный бой оказался самым коротким в профессиональной карьере Тайсона. После этого боя Марвис Фрейзер провел еще три боя с малоизвестными боксерами и в 1988 году ушел из бокса. Бой с Хосе Рибальтой. 17 августа 1986 года Тайсон встретился с Хосе Рибальтой. Рибальта имел хорошую физическую подготовку и бой продлился до 10 раунда. Тайсон трижды отправлял соперника на настил, во двух, восьми и десяти раундах. После нокдауна в 10 Рибальта поднялся. Тайсон зажал его к канатам, где провел серию ударов с попаданием в голову, рефери остановил бой, Тайсон победил техническим нокаутом. Чемпионский бой с Тревором Бербиком. В ноябре 1986 года Майк Тайсон вышел на ринг против чемпиона мира по версии WBC Тревора Бербика. Бербик лишь в феврале 1986 года завоевал титул чемпиона и проводил только первую защиту. В первом раунде Бербик пошел с Тайсоном в открытый бой, но пропустил несколько жастких ударов и прекратил атаковать. За 20 секунд до конца раунда Тайсон пробил левый боковой, Бербик с трудом удержался на ногах и на последних секундах был на грани нокаута. На первых секундах второго раунда Тайсон провел серию ударов, отправив Бербика в нокдаун, Бербик поднялся. За 40 секунд до конца раунда Тайсон провел правый апперкот в челюсть, а после левым хуком попал в голову Бербика. На момент Бербик прижался к Тайсону, а потом упал. Бербик дважды пытался встать, но каждый раз терял равновесие. С третьей попытки он поднялся, но его сильно шатало. Рефери остановил бой. За этот бой Тайсон заработал полтора миллиона долларов США, а Бербик 2,1 миллиона долларов США. В бою Тайсон установил два мировых рекорда, став самым молодым чемпионом в тяжелом весе и став первым человеком, чей удар заставил соперника подняться и упасть три раза подряд. Одновременно с ним рекорд установил Кевин Руни, в 27 лет став самым молодым тренером, приведшим подопечного к чемпионскому титулу. Объединительный бой с Джеймсом Смитом. 7 марта 1987 года Майк Тайсон, владевший на тот момент поясом по версии WBC в объединительном бою встретился с чемпионом мира по версии WBA Джеймсом, Костоломом, Смитом. Майк начал бой в привычной манере, работая первым номером, сокращал дистанцию, уклоняясь от атак Смита, пробивал серии силовых ударов. Смит же, чтобы спастись от атак Тайсона, постоянно клинчевал и пытался вязать Майка. После первого раунда между боксерами произошла словесная перепалка, в результате которой Тайсон нанес удар после гонга. Во втором раунде рефери Милс Лейн снял с обеих боксеров по одному очку за систематические клинчи. В результате столкновения головами у Смита над левым глазом образовалось рассечение. Тайсон доминировал весь бой, периодически нанося акцентированные удары с ближней дистанции. Смит же всячески пытался избегать боя. В конце седьмого раунда Тайсон поскользнулся, упав на канвас. Так как это произошло не вследствие попадания от Смита, отсчитывать нокдаун рефери не стал. В восьмом раунде Милс Лейн снова снял со Смита одно очко за удержание. В самом конце двенадцатого раунда Джеймсу Смиту впервые удалось попасть в Тайсона сильным ударом, но это не повлияло на исход боя и Майк уверенно победил по очкам. Все трое судей отдали Тайсону победу в каждом раунде данного поединка. В грязном и незрелищном бою Майк Тайсон сумел одержать убедительную победу по очкам, объединив титулы по версиям WBC и WBA. В своей книге «Беспощадная истина» Тайсон отмечал, что не мог выложиться в этом бою на все 100%, так как у него было защемление нервов шеи, которое мучило Майка в течение нескольких лет и причиняло ему сильную боль. Известный российский комментатор Владимир Гиндлин сказал, Смит, увидев, что Тайсон сделал с Бербиком, подумал что лучше не рисковать и решил, что неплохо бы перевести бокс в другой вид спорта, в борьбу. Это была настоящая борьба, только без подножек. Бой с Пинклоном Томасом 30 мая 1987 года Тайсон вышел на ринг против бывшего чемпиона по версии WBC Пинклона Томаса. У Томаса был хороший послужной список, включавший в себя три победы над бывшими чемпионами мира – Майклом Уивером, Тимом Уизерспоном, Альфонсо Ретлиффом и другими рейтинговыми тяжеловесами. На момент боя с «железным майком» Пинклон шел на серии из трех побед подряд, проиграв лишь Тревору Бербику, бывшему сопернику Тайсона единогласным судейским решением. Майк, как и всегда, начал бой очень активно. С первых секунд Тайсон обрушил на Томаса град своих ударов. Пинклон пытался контролировать дистанцию джебом, но ему это не очень-то удавалось. Уже в первом раунде Тайсону удалось потрясти Томаса серии из боковых ударов, но Пинклон сумел устоять на ногах. В следующих раундах точность ударов Майка снизилась, он все чаще стал пробивать мимо цели. Но даже при этом, Тайсон владел небольшим преимуществом. Томас изредка пытался наносить удары навстречу, но благодаря своевременным уклонам и ныркам Майка, большинство были неточными. В шестом раунде Тайсон снова пошатнул Томаса. Майк провел серию безответных апперкотов и крюков с обеих рук по потрясенному Пинклону. Большая часть ударов пришлась точно в челюсть претенденту. После очередного левого крюка Томас упал на канвас. Он не успел встать на счет – 10. Рефери остановил бой. Железный Майк, успешно защитил свои титулы WBA и WBC. До боя с Тайсоном, Томас никогда не проигрывал досрочно и даже не был в нокдауне. В своей книге «Беспощадная истина» Тайсон отмечал, что нокаут Томаса, вероятно, был самым жестоким в его карьере. Майк заявлял, что колотил Пинклона словно грушу, не беспокоясь о том, что будет дальше. Завоевание титула абсолютного чемпиона мира В августе 1987 года состоялся уникальный бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между непобежденным чемпионом по версиям WBC и WBA Майком Тайсоном и непобежденным чемпионом по версии IBF Тони Таккером. Впервые в истории тяжелого веса встретились два действующих непобежденных чемпиона. В первом раунде Такеру удалось то, что не удавалось еще ни одному сопернику Тайсона, сильнейшим апперкотом он задел подбородок Тайсона, вынудив таким образом его сделать пару шагов назад, однако развить свой успех не смог. В дальнейшем Таккер избегал боя с Тайсоном, бегая от него по рингу и клинчуя. Во двух половине боя Тайсон начал работать преимущественно левой рукой как джебист, однако это не мешало ему выигрывать раунды. В конце последнего раунда Тайсон потряс Такера левым боковым, однако Такер путем связывания рук сумел избавиться от неприятностей. Тайсон победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Такер потерпел первое поражение в карьере и установил своеобразный рекорд, он владел титулом IBF всего 64 дня. В свою очередь, Тайсон установил мировой рекорд, он стал самым молодым абсолютным чемпионом в тяжелом весе. По окончании матча Тони Такер сказал, что сломал руку, и во время подготовки к бою против Тайсона во время спарринг-сессии он травмировал кисть. Бой с Тайреллом Биггсом В октябре 1987 года состоялся бой двух непобежденных боксеров, абсолютного чемпиона мира в супертяжалом весе Майка Тайсона и олимпийского чемпиона Тайрелла Биггса. Биггас считался сильнейшим боксером-любителем, перешедшим в профессионалы. Это был первый бой Тайсона, рассчитанный на 15 раундов и последний 15-раундовый титульный поединок в тяжелом весе. Бой против Тайрелла Биггса – это мечта Тайсона, которая осуществилась в 1987 году. Майк хотел доказать всем, что он тоже может представлять Америку на Олимпийских играх и решил наказать Тайрелла Биггса. Тайрелл Биггас надеялся побить Тайсона своими быстрыми движениями и джебом, который не раз блокировал Тайсон в этом бою. Тайсон доминировал весь бой, пробивая серии ударов в лицо и корпус. В третьем раунде стало видно, что железный Майк может нокаутировать его, когда захочет, но он пока не хотел. Захотел только в седьмом раунде и нокаутировал Биггса левым крюком. Сразу после боя Тайсон заявил, я бы мог побить Тайрелла Биггса еще в третьем раунде, но я хотел, чтобы он надолго запомнил мой удар и этот вечер. Бой с Ларри Холмсом. В январе 1988 года состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира между двумя легендами, Майком Тайсоном и всемирно известным Ларри Холмсом. Перед боем Холмс унижал Тайсона, за что и поплатился. Тайсон доминировал весь бой. В четвертом раунде Тайсон трижды отправлял соперника на канвас и нокаутировал Холмса. Холмс впервые проиграл нокаутом. Последние пять секунд боя Ларри Холмс провел в шоке, он не понимал, что происходит на ринге. После боя Холмс извинился перед Тайсоном. Значимость победы Тайсона подтверждает тот факт, что Холмс не да, ни после этого боя ни разу не был в нокауте. Бой с Тони Таппсом В марте 1988 Тайсон провел защиту титула абсолютного чемпиона мира против экс-чемпиона мира по версии WBA Тони Таппса, весившего на момент боя 105 килограмм при росте 182 сантиметров. Это был первый бой Тайсона, проведенный за пределами США. Бой прошел в Японии, на открытом стадионе. Тяжелый Таппс хорошо выдержал один раунд, но незадолго до окончания второго раунда Тайсон пробил левый боковой. Таппс попятился назад и упал, не успев встать до окончания счета. Бой с Майклом Спинксом В июне 1988 года состоялся бой двух непобежденных боксеров, абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона и бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, а также бывшего чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе Майкла Спинкса. Впервые после первого поединка между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером на ринге сошлись два непобедимых чемпиона мира, бывший и нынешний. Это было самым важным событием в боксе на тот момент, на кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, вакантный титул The Ring, титул, линейного чемпиона, именной пояс WBC и звание сильнейшего боксера в тяжелом весе. Один из комментаторов сравнил по значимости этот бой с грохотом в джунглях. Фаворитом в этом бою был Тайсон, ставки на него принимали расчета 3,5 к 1. В середине первого раунда Тайсон провел левый апперкот в подбородок, а затем добавил правый крюк в корпус. Спинкс опустился на колено. Он встал на счет 3. Сразу же после возобновления боя Тайсон правым апперкотом в голову вновь отправил противника на конвас. Спинкс на счет, 10, все еще находился на полу, и рефери остановил бой. Единственный раунд этого боя получил статус раунд года по версии журнала The Ring. В этом бою Тайсон установил своеобразный рекорд, он заработал на тот момент самый большой гонорар в истории бокса, 22 миллиона долларов, за самое короткое время, 91 секунда, а Спинкс заработал 13,5 миллионов долларов. 23 августа 1988 года между Майком Тайсоном и Митчем Грином в Гарлеме произошел конфликт, в ходе которого Майк сломал Митчу-переносицу. В результате удара голым кулаком Тайсон повредил себе кисть, из-за чего был перенесен его запланированный первый бой с Фрэнком Бруно. В 1989 году Тайсон распустил всю команду, которая ковала его успехи, и нанял вместо них каких-то проходимцев. Он почти не тренировался и до поры до времени ему это сходило с рук. Однако даже такой Тайсон был достаточно вынослив и голоден, чтобы дотянуть до последних раундов. После боя с Дагласом Тайсон вернулся к тренировкам, которые составляли около половины его нормы. Комбинации стали включать меньшее число ударов, Майк стал более открытым и прямолинейным. Бой с Фрэнком Бруно, 1989 В феврале 1989 года Тайсон встретился с сильнейшим британским тяжеловесом Фрэнком Бруно. У Майка в это время началась тяжба с промоутерами и бракоразводный процесс. Тайсон буквально из ЗАГСа прибыл на ринг, имея менее двух недель нормальной подготовки. Уже на первых секундах боя Тайсон отправил Бруно на настил. Рефери отсчитал нокдаун. Но Бруно поднялся и весь бой хорошо держался, достаточно неплохо сопротивляясь. В пятом раунде Тайсон потряс британца, тот отступил к канатам, где безучастно принимал удары до тех пор, пока секундант Бруно не выкинул полотенце. Бой с Карлом Уильямсом В июле 1989 года Тайсон вышел на ринг против чемпиона США Карла Уильямса. В середине первого раунда Уильямс пробил джеб, Тайсон уклонился и левым апперкотом в челюсть отправил претендента на настил. Уильямс встал на счет «восемь», но рефери Рэнди Ньюман посмотрел на него и остановил бой. Решение было спорным. Рефери в послематчевом интервью заявил, что Уильямс не ответил на вопрос о готовности продолжать бой. Уильямс также дал послематчевое интервью, в котором заявил, что он был в нокдауне, а не в нокауте, что готов был продолжить бой, и на вопрос рефери о готовности продолжать бой поднял руки, и не понимает, почему рефери остановил бой. 18 ноября 1989 года в Эдмантоне должен был состояться титульный бой между Майком Тайсоном и Донованом Раддоком. Однако этот бой был отменен из-за хандрита у Тайсона. Бой с Бастером Дагласом. В 1990 году Тайсону было всего 23 года. После развода и судебных разбирательств находился в отвратительном физическом и психологическом состоянии, 11 февраля 1990 года Майк Тайсон проводил защиту против откровенно слабого для титульного боя Джеймса, Бастера, Дагласа. Даглас занимал только 7 места в мировом рейтинге, на момент боя имел 29 побед, одна ничья и 4 поражения, два из которых от бывших соперников Тайсона и одно от дебютанта Дэвида Бэя и считался слабейшим в чемпионской оппозиции Тайсона. После боя с Тони Таккером Джеймс Даглас имел репутацию боксера, который может «сломаться». Некоторые из спортивных журналистов, прилетевших в Токио освещать бой не знали как зовут Дугласа и подходили к нему с этим вопросом. Ставки были 41 в пользу Тайсона. Тайсон совершенно не видел угрозы в своем сопернике и почти не готовился к бою. Подтверждением этого является показательный спарринг с бывшим чемпионом мира Грегом Пейджем, во время которого Пейдж умудрился послать Тайсона в нокдаун. До этого Тайсон никогда не падал, ни во время боев, ни во время тренировок. Помимо этого, в его углу не было глазного утюга, поэтому по ходу боя использовали резиновую перчатку, наполненную холодной водой. Даглас напротив был в отличной форме и с лучшим в карьере психологическим настроем. Чемпион в этом бою был медленным, мало двигал головой и уклонялся, его обычной эффективной стратегии, а вместо коротких и многочисленных подшагов были большие проваливания с попытками побить Дагласа с одиночными ударами. В конце восьмого раунда Тайсон провел правый апперкот в челюсть, отправив Дагласа в нокдаун. Он находился на полу более 10 секунд, рефери Октавио Мейрон не сразу начал отсчет, и на счет 7 прекратил считать, обернулся и снова продолжил. На счете 10 Даглас все еще находился на полу, но рефери позволил ему продолжить бой. Обычным счетом это было бы 16 секунд. В девяти раунде стала заметна сильная усталость Майка. В середине десятого раунда Даглас провел правый апперкот в челюсть, а затем комбинацию, левый кросс, правый кросс и вновь левый кросс. Тайсон упал. Его капа вылетела. Тайсон почти сразу же поднялся, но рефери досчитал до восьми и остановил бой, видя, что Тайсон не твердо стоит на ногах. На момент остановки боя, счет судей был ничейным, Ларри Розадилла, 82-88 Дуглас, Кен Морита, 87-86 Тайсон, Масака Дзоутида, 86-86. После боя промоутер Тайсона Дон Кинг заявил, что рефери слишком долго считал нокдаун Дугласу, и на самом деле там был нокаут. Бой получил статус «Опсед года» по версии журнала «Зе Ринг», и до сих пор считается величайшей сенсацией в истории бокса. После боя Тайсон прошел курс лечения от алкоголизма. Сам Тайсон перед этим боем проявлял на тренировках недисциплинированность, злоупотреблял алкоголем. Позднее он комментировал, я не тренировался, вообще. После неудачного протеста на результат боя с Дугласом промоутера Тайсона Дона Кинга и отказ Дугласа от матча реванша, вынудили Тайсона снова биться за место обязательного претендента. Команда Тайсона сделала предложение Томасу Хернсу, но тот поставил невыполнимые условия, сказав, что встретится с Тайсоном только в том случае, если он сбросит вес до 90 килограмма и будет тренироваться так же, как перед боем с Догласом. Окончательным соперником в итоге стал олимпийский чемпион Генри Тилмен. В июне 1990 года Тайсон вышел на ринг против Тилмена. В конце первого раунда Тайсон правым хуком в верхнюю часть головы отправил противника на настил. На счет, 10, Тилмен все еще лежал на полу. Тайсон взял реванш за поражение, полученные в отборочном туре Олимпийских игр. Бой с Алексом Стюартом В декабре 1990 года Тайсон вышел на ринг против проспекта Алекса Стюарта. Этот бой получил название «Жесткий черный ход». Первоначально Тайсон хотел встретиться с бывшим претендентом на титул Ринальда Снайпсом. Однако Снайпс сломал правую руку в бою с прочным подмастерьем Джейми Хоу и был заменен Стюартом. В начале первого раунда правым крюком по верхней части головы он отправил Стюарта на настил. Стюарт поднялся на счет пяти. Через минуту тем же ударом Тайсон вновь отправил на конвас противника. Стюарт встал на счет 10, и рефери позволил бою продолжиться. Еще через минуту Тайсон правым крюком в челюсть снова отправил Стюарта наполовину. На этот раз Стюарт даже не пытался встать. Победа Тайсона чистым нокаутом. Тайсону не понравилась критика в свой адрес со стороны известного комментатора канала HBO Ларри Мерчанта. Он поставил руководству телеканала Ультиматум, или Мерчант, или я. Руководство выбрало Мерчанта. Тайсон ушел с HBO на шоу-тайм. Бои с Донованом Раддоком В марте 1991 года Тайсон встретился с Донованом Раддоком. Раддок к тому времени считался одним из сильнейших тяжеловесов, их бой планировался еще в 1990 году, но Тайсон тогда отказался, сославшись на болезнь. Этот поединок рассматривался как встреча двух лучших тяжеловесов. Дон Кинг устроил шоу, пригласив на бой Роберто Дурана и Хулио Сесара Чавеса. Тайсон и Раддок бились за право встречи с победителем матча Ивандер Халифилд, Джордж Форман. Раддок побывал в нокдауне дважды, во втором и третьем раундах. В седьмом раунде Тайсон левым хуком попал в челюсть Раддоку. Раддока зашатало, и он оперся на канаты. Рефери Ричард Стилл неожиданно остановил бой. Решение было спорным. После остановки боя в ринге началась потасовка двух углов. После вмешательства охраны драка была остановлена. Из-за спорной остановки первого боя Тайсон, Раддок был назначен повторный бой. Он состоялся в июне 1991 года. Бой был упорным и жестким. Майк Тайсон много работал по корпусу, но иногда промахивался, из-за чего рефери Милс Лейн снимал с него очки за нарушения в четвертом, девятом и десятом раундах, а с Раддока – в восьмом. На этот раз Тайсон победил по очкам. Раддок был в нокдауне во втором и четвертом раундах. Раддок показал в этом бою мужество и желание победить. Позже выяснилось, что он восемь раундов боксировал со сломанной челюстью. После этого карьера Раддока пошла на спад. Много позже он заявил, что на бои с Тайсоном он потратил все свои физические и душевные силы, что после этих боев кончился как сам Раддок, так и Тайсон. Возвращение на ринг и изменение стиля В 1995 году Тайсон вернулся в бокс. Его возвращение на ринг получило статус «событие года». Однако после тюрьмы стиль Тайсона существенно изменился. Его контратакующий стиль Пик Абу сменился на стиль Ришера. Увеличилась сила удара и улучшилось нападение, однако выносливость и защита существенно снизились. Изменилась и система тренировок, теперь уже не уделялось столько времени физической подготовке, главное было просто поддерживать физическую форму. Мало кто мог устоять перед этим натиском, однако выносливость Майка во второй половине боя существенно падала. Тем не менее теперь Тайсон все свои победы одержал досрочно. Бой с Питером Макнили В августе 1995 года Тайсон вышел на ринг против Питера Макнили. В самом начале первого раунда Тайсон правым крюком в голову отправил на пол противника. Макнили вскочил и неожиданно пробежался вокруг ринга. Рефери схватил его за руку и начал отсчитывать нокдаун. Бой продолжился. В середине раунда Тайсон провел успешную атаку и правым апперкотом отправил Макнили в нокдаун. Рефери Милс Лейн начал отсчет. На ринг вышли люди из угла Макнили. Рефери попросил их уйти, но они отказались, после чего Лейн принял решение о дисквалификации Макнили, но Питер кричал в камеру, что еще вернется и покажет всем, на что реально способен. Бой Тайсон Макнили собрал более 96 миллионов долларов США по всему миру, в том числе рекордные 63 миллионов США. Макнили стал шестым боксером, который проиграл Тайсону не нокаутом, хотя остальные продержались до конца, проиграв по очкам. Бой с Бастером Матисом. В декабре 1995 года Тайсон вышел на ринг против непобежденного Бастера Матиса-младшего. В третьем раунде правым апперкотом Тайсон отправил Матиса на настил. Матис не успел подняться на счет 10. Рефери зафиксировал нокаут. Чемпионский бой с Фрэнком Бруно, 1996. В марте 1996 года состоялся реванш между Майком Тайсоном и Фрэнком Бруно. Все стало ясно с первого раунда, когда Тайсон уже на первых секундах приложился к голове Бруно справа. Бруно начинал клинчевать при первой же возможности и никак не хотел выпускать Тайсона из своих объятий. Это помогло ему продержаться первый раунд, но это уже начало выводить из себя рефери Милса Лейна. А вот железный Майк выглядел в этом раунде куда лучше, чем в своих последних боях перед тюрьмой. В третьем раунде Тайсон нанес удар правый по корпусу, левым хуком в челюсть, а затем провел длинную серию с обеих рук, закончившуюся несколькими апперкотами справа. Бруно провалился в канаты, которые удержали его на ногах, и рефери спас его от дальнейшего избиения, а чемпионский титул WBC перешел к Майку Тайсону. Однако затем руководство WBC отказалось санкционировать объединенный поединок Тайсона с Брюсом Силдоном, и Тайсона лишили титула. Чемпионский бой с Брюсом Силдоном, 1996 В сентябре 1996 года Тайсон встретился с чемпионом мира по версии WBA Брюсом Силдоном. Тайсон сразу же пошел в атаку. Силдон, спасаясь от атак Тайсона, старался держать его на расстоянии, но когда Тайсон прижимал его к канатам, Силдон клинчевал. В середине раунда Тайсон провел атаку левым джебом в голову противника, от которого тот быстро наклонил голову, и правым свингом, который скользнул по голове Силдона. Но левого джеба было достаточно, Силдон упал на канвас. На счет 4 он уже стоял на ногах. Сразу же после возобновления боя Тайсон левым хуком в голову вновь отправил противника на канвас. Силдон встал счет 5. На счет 7 он тряхнул головой, и его начало качать, он оперся спиной об угол ринга. Рефери после этого остановил бой. Нужно заметить, что сразу после боя был тяжело ранен, а впоследствии умер близкий друг Тайсона, Тупак Шакур. Тайсон выиграл титул WBA и стал трехкратным чемпионом мира. За этот бой Тайсон заработал 25 миллионов долларов. Бой с Ивандером Халифилдом, 1996. В ноябре 1996 года состоялся бой между Майком Тайсоном и Ивандером Халифилдом, подготовка к которому начиналась еще до того, как Тайсон попал в тюрьму. Фаворитом в этом бою был Тайсон, ставки на него принимались из расчета 22 к 1. Первые пять раундов прошли с переменным успехом, но наблюдалось небольшое преимущество Тайсона. В пятом раунде Тайсон обрушил на Халифилда ожесточенные комбинации, но Халифилд не был потрясен. В шестом раунде Халифилд ударил Тайсона головой, и у Тайсона открылось рассечение над левым глазом. В этом же раунде Тайсон выкинул боковой и встал на прямые ноги. Халифилд провел встречный левый хук в корпус. Удар пришелся не в челюсть, и Тайсон не был потрясен, лишь потерял равновесие. Он поднялся на счет пяти. За 15 секунд до конца седьмого раунда Тайсон бросился на Халифилда. Халифилд пошел головой вперед, в результате жесткого столкновения головами у Тайсона открылось рассечение под правым глазом. Тайсон вскрикнул от боли, и у него подогнулись колени, но снова рефери засетал удар головой как непреднамеренный. Тайсон был осмотрен врачом. В конце 10-го раунда Халифилд провел встречный правый кросс в челюсть. Тайсон пошатнулся. Халифилд выбросил еще несколько кроссов. Тайсон попытался войти в клинч, но не смог. Халифилд пробил точно в подбородок встречный правый кросс. Тайсона повело назад. Он оперся на канаты. Халифилд обрушил град ударов на противника. В это время прозвучал гонг. Комментаторы Showtime сказали, что гонг спас Тайсона. В начале 11-го раунда Халифилд пробил серию в голову. Тайсон не отвечал. Затем претендент провел два хука, левый и правый, мимо. Тайсон ушел от ударов, отойдя к канатам. Халифилд бросился за ним и пробил длинный левый кросс в подбородок. Рефери вмешался и прекратил бой. Тайсон решение не оспаривал. Бой получил статус «бой года» по версии журнала «Ринг». Тайсон получил за этот бой 30 миллионов долларов, а Халифилд — 5 миллионов долларов. Реванш с Эвандером Халифилдом, 1997. В июле 1997 года состоялся второй бой между Майком Тайсоном и Эвандером Халифилдом. К матчу-реваншу Тайсон снова подошел в ранги фаворита. Сначала был назначен тот же рефери, что и в предыдущем бою, но команда Тайсона протестовала, и в конце концов был назначен рефери Милс Лейн на бой под названием «Шум и ярость», который получил даже больше внимания, чем предыдущий. Это был самый дорогой бой на тот момент. Его окружал огромный ажиотаж, все 16 тысяч билетов на него были распроданы в первый же день. Первый раунд был в равной борьбе, однако Халифилд выиграл концовку и раунд. Халифилд в бою постоянно нарушал правила. В начале второго раунда Халифилд с размаху ударил Тайсона головой, у Тайсона образовалось рассечение, Тайсон скорчился от боли, и рефери разнял их. Тайсон обратился к рефери, но тот не среагировал. Весь раунд Халифилд вязал Тайсону руки и не давал вырваться, а в середине раунда просто навалился на него у канатов так, что оба боксера чуть не упали. За 45 секунд до конца раунда Халифилд ударил Тайсона по затылку и попытался сделать это еще раз. Рефери развел боксеров. Тайсон снова обратился к рефери, но тот снова не среагировал. Разъяренный Тайсон пошел в атаку, но раунд закончился и остался за Халифилдом. Третий раунд начался с яростной атаки Тайсона, большая часть ударов которого попала в цель. Халифилд оттолкнул его. Весь раунд проходил с преимуществом Тайсона, который почти не пропускал ударов и все чаще попадал. За 40 секунд до конца раунда Тайсон набросился на Халифилда, но Халифилд начал вязать ему руки и ударил его головой. В ответ на это Тайсон откусил противнику заднюю верхнюю часть правой ушной раковины, Дарвинов бугорок. Халифилд запрыгал от боли. Тайсон толкнул его в спину. Рефери Милс Лейн приостановил бой. Доктор осмотрел Халифилда и сказал, что он может продолжать бой. Рефери оштрафовал Тайсона на два очка, за укус и толчок в спину. Бой возобновили и добавили 30 секунд к третьему раунду. Тайсон сразу же провел серию ударов по корпусу. За 20 секунд до конца раунда Халифилд ударил Тайсона головой в бровь. Лицо Тайсона скорчилось от боли, и он укусил Халифилда за левое ухо. Халифилд начал прыгать, но бой не остановили. Тайсон пробил двойку. Халифилд попытался ответить, но Тайсон пробил навстречу мощный прямой, и Халифилд попятился назад. Тайсон бросился его добивать, но раунд закончился. Халифилд не вышел на четвертый раунд. Началась потасовка. Охранники и полиция удерживали Тайсона, который бил всех подряд, пытаясь подойти к Халифилду. Охрана прекратила беспорядки на ринге. Тайсон был дисквалифицирован. Тайсон получил за этот бой 20 миллионов долларов, а Халифилд — 15 миллионов долларов. В результате укуса боксерская лицензия Тайсона была отменена атлетической комиссией штата Невада, и он был оштрафован на 3 миллиона долларов плюс судебные издержки, но 18 октября 1998 года комиссия проголосовала за восстановление боксерской лицензии Тайсона. Бой получил статус «Событие года» по версии журнала «Ринг». Писатель и обозреватель Кэтрин Дан написала статью с критикой Халифилда в спорном бою с Тайсоном и обвинила СМИ в предвзятости против Тайсона. В документальном фильме «Тайсон» Майк утверждал, что сделал это в отместку за удары соперника головой. 16 октября 2009 года на шоу Апры Уинфри Тайсон извинился перед Халифилдом. Халифилд принял извинения и простил Тайсона. Восстановление лицензии В 1999 году боксерскую лицензию Тайсона восстановили. Восстановление Тайсона в боксе получило статус «Событие года». Однако Тайсон был уже совсем не тот, что прежде. Теперь он тренировался максимум полтора месяца перед боями, которые он проводил два раза в год против не самых сильных, но все-таки высокорейтинговых боксеров. Это обычный слаггер, ставящий на один удар, но по-прежнему обладающий самой непревзойденной ударной мощью. В январе 1999 года Тайсон встретился с южноафриканцем Франсуа Ботой. Тайсон недооценил соперника и слабо подготовился к бою. Бой проходил в основном на ближней дистанции с обилием клинчей. Начало было нервным. Тайсон в конце раунда пытался выкручивать руки Боти. Разводить боксеров после первого раунда пришлось их командам. Во втором раунде реферий снял с майка очко. Все же Тайсон выигрывал бой. В конце пятого раунда правым кроссом в подбородок Тайсон отправил противника на канвас. Ботов стал на счет 10, но сразу же свалился на канаты. Реферий зафиксировал нокаут. 6 февраля 1999 года у Тайсона снова начались проблемы с законом. Он был приговорен к выплате 5000 долларов в дополнение к двум годам лишения свободы условно, а также к двумстам часам общественных работ за два удара автомобилистам после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 31 августа 1998 года. Бой с Джулиусом Фрэнсисом В январе 2000 года Тайсон встретился с чемпионом Великобритании Джулиусом Фрэнсисом. Фрэнсис падал пять раз. После пятого падения рефери остановил бой. Тайсон победил нокаутом во двух раунде. Интересный факт, публика была заранее уверена в победе первого. Английская газета The Mirror даже заплатила за рекламу на подошвах обуви Фрэнсиса, чтобы она попала в кадры фото и видеокамер во время нокдаунов. Бой с Орлином Наррисом В октябре 1999 года Тайсон встретился с Орлином Наррисом. В первом раунде Тайсон коротким левым хуком в челюсть отправил противника на канвас после гонга. Норрис встал. Рефери снял с Тайсона два очка. Норрис не вышел на второй раунд. Его осмотрел врач, но ничего не выявил и сказал, что Норрис просто не хочет выходить на ринг. Норрис, утверждал, что повредил колено при падении. Бой был признан несостоявшимся. После боя Тайсон сказал, Норрис отправился в свой угол, без каких-либо проблем, он, вероятно, повредил себе колено, когда сидел на стуле. Из-за проблем с законом следующие два боя Тайсон провел за пределами США. Бой с Лу Саварези В июне 2000 года Тайсон встретился с Лу Саварези. Саварези в прошлом бою победил Джеймса Дагласа. В начале первого раунда Тайсон на скачке левым хуком отправил Саварези в нокдаун. Когда же противник поднялся, собираясь продолжать бой, Тайсон накинулся на него добивать. Рефери Джон Койл, стремясь положить конец избиению беспомощного Саварези, попытался разнять боксеров, но Тайсон, не обращая внимания на судью, продолжал наносить удары. Забыв об осторожности, разошедшийся боксер нечаянно задел кулаком рефери и тот упал на ринг. Койл поднялся и вновь категорически потребовал прекратить поединок. На сей раз Тайсон подчинился. Произошла заминка, никто не знал, каким будет вердикт. В конце концов, победу техническим нокаутом, несмотря на инцидент, присудили Тайсону. Саварези тем не менее еще долго разводил руками, словно не понимая, почему рефери не разрешил ему продолжать бой. Бой с Анджием Голотой. В октябре 2000 года Тайсон сошелся с Анджием Голотой. Тайсон сразу пошел в атаку. В конце первого раунда он правым крюком в челюсть отправил Голоту в нокдаун. Голота поднялся и был в состоянии продолжать бой, достояв до конца раунда, но у него пошло кровотечение из раны над левым глазом. Надеясь получить нокаутом победу, Тайсон продолжил свое агрессивное нападение в течение почти всего второго раунда, в результате чего Голота несколько раз связывал Тайсону руки, чтобы попытаться снизить эффективность его мощных ударов. Хотя Голота пытался сопротивляться, Тайсон легко выиграл раунд и вел по очкам на показателях всех три судей. В перерыве между вторым и третьим раундами Голота отказался от продолжения боя. Угол Голоты пытался его уговорить продолжить бой, но безрезультатно. Голота ушел с ринга. Решение Голоты отказаться от боя возмутило Тайсона, который чувствовал, что он потерял возможность получить традиционную победу нокаутом. Тайсона пришлось удерживать в его углу, чтобы предотвратить его нападение на Голоту. Пока Голота покидал зал, зрители кидали в него разные предметы, в основном стаканы из-под напитков. Возле самого выхода в него попала банка с кетчупом, который разлился по телу боксера. Позже представители телеканала Showtime заявили, что Голота — трус, и больше они никогда его не покажут на своем канале. Вскоре после боя допинг-проба Тайсона показала наличие в крови следов марихуаны, и бой был признан несостоявшимся. После боя Голоту доставили в больницу. Там выяснилось, что Голота перенес сотрясение мозга, перелом левой скулы, и грыжу межпозвоночного диска между четвертым и пятым шейными позвонками во время боя, из-за чего выбыл из бокса почти на три года, прежде чем вернуться 14 августа 2003 года. Однако затем Голота провел два чемпионских боя с Крисом Бёрдом за титул IBF и с Джоном Руисом за титул WBA. Бой с Бёрдом закончился спорной ничьей, а бой с Руисом спорно проиграл, но многие эксперты и зрители посчитали, что в тех боях Голота был ограблен судьями. Бой с Брайаном Нильсоном В октябре 2001 года Тайсон отправился в Данию на бой с местным бойцом, бывшим чемпионом по версии IBO Брайаном Нильсоном. Это был большой бой, 25 тысяч зрителей, не пожалев немалых сумм на входные билеты, заполнили трибуны стадиона Паркин-стадиум. Перерыв в год сказался на форме Майка, он вышел на ринг с рекордным в карьере весом, потяжелев на 10 килограмм. Тайсон доминировал весь бой, с первого раунда осыпая противника ударами. Уже во двух раунде у датчанина стал заплывать глаз. В конце третьего раунда Тайсон провел серию ударов в голову противника, после чего тот рухнул наполовину. Нильсен встал на счет, 7. Тайсон бросился его добивать. Через несколько секунд Тайсон левым хуком попал в пах датчанину. Нильсен скорчился от боли. Ему дали время на отдых. Тайсон продолжил наступление на датчанина, который оказывал все меньше сопротивления. В шестом раунде железный Майк уже просто добивал свою жертву. Перед самым гонгом он наградил соперника левым апперкотом. После шестого раунда Нильсен отказался от продолжения боя. Тайсон получил за этот бой 13 миллионов долларов, а Нильсен 800 тысяч долларов. Чемпионский бой с Леноксом Льюисом. В июне 2002 года состоялся поединок Майка Тайсона и Ленокса Льюиса. Этот бой был самым кассовым событием в истории бокса, собрав 106,9 миллиона долларов за 1,95 миллиона оплаченных просмотров. Тайсон в то время имел проблемы с наркотиками и лишним весом, в последних боях пренебрегал защитой и был очень далек от своего образца 80-х годов. Несмотря на то, что этот бой был очень важным, Тайсон уделял больше времени не тренировкам, а ночным клубам, так что к бою он подошел в гораздо худшей форме, нежели в 2000 году, тем не менее букмекеры сделали его фаворитом. В первом раунде Тайсон сумел удивить болельщиков, он проходил в ближний бой и наносил точные удары по Льюису. Льюис старался всячески уклоняться от борьбы, связывая Тайсону руки и наваливаясь на него в ближнем бою, за что неоднократно получал предупреждение от рефери. С третьего раунда выносливость Майка пошла на убыль, и он делал уклоны, не стараясь попасть в ближний бой. В конце четвертого раунда Льюис навалился на Тайсона, и Тайсон упал. Рефери не счел это нокдауном. В пятом раунде Льюис ударил Тайсона во время разведения рефери боксеров из клинча. Льюис получил очередное предупреждение. После пятого раунда выносливость Майка окончательно села и он почти перестал защищаться. В середине восьмого раунда Льюис левым апперкотом попал в челюсть Тайсона. Тайсон присел на корточки, рефери отсчитал нокдаун. Ближе к концу раунда Льюис правым крюком послал Тайсона на канвас. На счет 10 Тайсон только встал на колено. Рефери зафиксировал нокаут. Каждый боксер получил по 35 миллионов долларов США. Бой с Клиффордом Этьоном. В феврале 2003 года Тайсон встретился с Клиффордом Этьоном. В начале первого раунда он правым крюком послал Этьена на канвас. На счет 10 Этьен все еще находился на канвасе. Рефери зафиксировал нокаут. Бой с Дэнни Уильямсом. 30 июля 2004 года после 17-месячного перерыва Майк Тайсон вышел на ринг против довольно известного британского боксера Дэнни Уильямса. Фаворитом в этом бою был Тайсон, ставки на него принимались из расчета 9 к 1. Первый раунд этого боя стал одним из лучших раундов, проведенных Майком за последние годы, в конце раунда сильно потряс Уильямса, после чего тот впал в состояние Грогги и начал клинчевать, что помогло ему продержаться один раунд. Но затем Тайсон резко сдал и во втором раунде его преимущество было минимальным. В третьем раунде арбитр Дэннис Альфред снял с Уильямса два очка за удар после остановки боя и «бадания», а в четвертом раунде после затяжной серии Уильямса Тайсон оказался на полу и не смог подняться до окончания чьего-то рефери. Объяснение этому неожиданному поражению последовало незамедлительно, выяснилось, что в первом раунде Майк получил серьезную травму колена, которая лишила его возможности нормально передвигаться по рингу и вкладываться в удары. Через несколько дней Тайсону сделали операцию, и он несколько недель провел в гипсе. Бой с Кевином Макбрайдом 11 июня 2005 года Тайсон провел свой последний бой, встретившись с малоизвестным ирландским боксером Кевином Макбрайдом. 198-сантиметровый Макбрайд стал одним из самых высоких соперников Тайсона, также перевесив его на взвешивании на 17 килограмм. СМИ называли в качестве главной причины выхода Тайсона на ринг крайнюю нужду в деньгах, он задолжал более 40 миллионов долларов и подсчитал, что для погашения долга ему нужно провести семь боев, но сам Тайсон и его тренер Джефф Фенеча трицали это, заявляя, что данный бой будет разминочным в серии из трех боев, а в идеале он рассчитывает выйти на чемпионский бой против Виталия Кличко. Перед выходом на ринг раздевалку Тайсона посетил Мохаммед Али, чья дочь Лейла участвовала в одном из боев разогрева. Зрители яростно поддерживали Тайсона. Макбрайд активно использовал свое преимущество в росте и размахе рук, пытаясь держать Тайсона на расстоянии джебом, наваливаясь и клинчуя при его попытках сблизиться. Тем не менее, Тайсон выиграл первые три раунда, упрочив свое преимущество в четвертом, когда ему удались несколько успешных атак в голову и корпус соперника. Но развить успех Майк не смог, ему явно не хватало остроты и агрессии в своих действиях, он устал, и уже в пятом раунде оказался на канатах, пропустив чувствительный выпад соперника. Пятый раунд остался за Макбрайдом. В шестом раунде Тайсон попытался заломать правую руку соперника, а также заработал два штрафных очка за атаку с низко опущенной головой, в результате которой у ирландца открылось рассечение. В конце раунда Макбрайд навалился на Тайсона, и тот упал к канатам. Реферини счел это нагдаудом. Майк выглядел обессиленным, с трудом поднялся и медленно пошел в свой угол. Хотя после шести раундов Тайсон лидировал на карточках двух судей со счетом 57-55, третий выставил 57-55 в пользу ирландца, он отказался от продолжения боя, и в результате Макбрайду была засчитана победа техническим нокаутом. После этого Тайсон объявил о завершении карьеры. Хочу извиниться перед болельщиками, которые заплатили за это деньги и потеряли время. Думаю, что мне пора заканчивать. Не вижу смысла в дальнейшем появляться на ринге. Не стоит обманывать самого себя и позорить вид спорта, которому я отдал много лет своей жизни. Показательный бой с Кори Сандерсом В 2006 году Майк Тайсон принял участие в 12 показательных раундах с американским боксером Кори Сандерсом. Сандерс боксировал в шлеме. В первом раунде Тайсон отправил Сандерса в нокдаун и потом уверенно переигрывал его остальные раунды. Бой не был включен в послужные списки боксеров. Бой должен был стать началом целого турне Тайсона. В список возможных соперников входили, Ивандер Халифилд, Ленокс Льюис, Владимир Кличко, Хасим Рахман, Шеннон Бриггас. Но в итоге бой с Сандерсом так и остался единственным. Показательный с Роем Джонсом В 2020 году Майк Тайсон объявил о возобновлении карьеры для проведения нескольких шоу-боев. 28 ноября 2020 года проведен восьмираундовый выставочный в 12-унцевых боксерских перчатках бой с Роем Джонсом. Судьями в этом бою выступили бывшие профессиональные боксеры. По итогам боя была зафиксирована ничья раздельным решением судей. Результаты боев. Результаты показательных боев. Профессиональные титулы. Второстепенные мировые титулы. Мировые титулы. Стиль и тактика ведения поединков. На пике своей карьеры Тайсон обладал отличной скоростью, нокаутирующим ударом и великолепной защитой, в этом показателе он превосходил большинство своих оппонентов. Тайсон использовал стиль пик-абу. За основу стиля была взята техника и манера боя Джо Луиса, коричневого бомбардировщика, одного из лучших подвижных панчеров в истории бокса. Тот факт, как быстро Тайсон стал чемпионом мира по всем версиям, и его яркие победы говорят о законченной методике этого стиля, а не просто о таланте Тайсона. При подготовке Тайсона, был учтен горький опыт поражений Флойда Паттерсона и Джо Фрейзера против таких высокорослых и сильнобьющих боксеров как Мохаммед Али и Джордж Форман. Техника и тактика входа на среднюю дистанцию и работа на средней и ближней дистанциях была доведена до совершенства, что позволило Тайсону очень успешно противостоять длинноруким высоким боксерам. Техника перемещений была также доработана, что позволяло очень быстро сокращать дистанцию, сочетая с маятниковыми движениями корпуса. Именно этого сильно не хватало Паттерсону и Фрейзеру в боях с Али и Форманом. Им чуть-чуть не хватало дистанции на «шагах», что позволяло длинноногим Али и Форману легко пресекать их прорывы на среднюю дистанцию и расстреливать длинными ударами. В результате ноги стали более согнуты, а стойка более короткой. Шаг укоротился, но участился, что заставило подтягивать заднюю ногу и добавило мобильности в перемещениях. Руки в пик-абу держатся не так как в классике. Обе руки находятся у щек, и все удары делаются из этого положения. Такое положение рук позволяет делать очень короткие огибающие защиту противника удары на средней и ближней дистанции и позволяют быстро уйти в глухую защиту. Все удары делаются на уклонах и выходах из нырков. Техника удара взрывная и пробивная. Все удары в сериях бьются на вынос пробных ударов, как таковых нет. Тайсон в совершенстве владел искусством психологического воздействия на оппонента. Тайсон подобно Соне Листону одним своим видом внушал страх своим противникам, что позволяло ему получить дополнительное преимущество в бою. Тренеры Ниже перечислены персональные тренеры Майка Тайсона, за исключением Каса Дамата, который будучи наставником и опекуном Тайсона, являлся непосредственным начальником Атласа и Руни. Также перечислены достижения Тайсона на любительском, 1980-1985, и профессиональном ринге, 1985-2005, в период занятий под руководством конкретного тренера. Бобби Стюарт, 1978-1980, подготовительный этап, только спарринги. Тайди Атлас, 1980-1982, 10 боев на любительском ринге, 9 побед, 1 поражение. Кевин Руни, 1982-1988, 44 боя на любительском ринге, 39 побед, 5 поражений, 35 боев на профессиональном ринге, 35 побед, 31 нокаутом. Аарон Сноуэлл, 1989-1993 боя, 2 победы, 1 поражение. Ричи Джакетти, 1990-1991, 1997, 5 боев, 4 победы, 1 поражение. Джей Брайт, 1995-1996, 5 боев, 4 победы, 1 поражение. Томми Брукс, 1999-2001, 6 боев, 6 побед. Ронни Шилдс, 2002, 1 бой, 1 поражение. Фредди Роуч, 2003-2004, 2 боя, 1 победа, 1 поражение. Джефф Феник, 2005, 1 бой, 1 поражение. Самый результативный период в карьере Тайсона пришелся на тренерство Кевина Руни. Карьера в Ристлинге. 29 марта 1998 года Тайсон появился в качестве гостя на Реслмания 14, во время основного события, матча между Шоном Майклзом и Стивом Остином. Он выполнял роль инфорсера, борца, выступающего в качестве телохранителя другого борца при его выходе на ринг. За это он получил от WWF сумму в 3 миллиона долларов. В это время Тайсон был неофициальным членом The Generation X. На ринге Остин показал Тайсону средний палец, Тайсон толкнул Остина, тот упал. Тайсон и Остин было кинулись драться, но были разведены людьми, находившимися в ринге на безопасное расстояние друг от друга, и драки удалось избежать. В этом матче Стив Остин победил Шона Майклза и стал новым чемпионом WWF. Несмотря на опасения Стива Остина о предвзятости Майка Тайсона, железный Майк, не был ни на чьей стороне. Когда рефери, задержавшийся в углу ринга во время атаки Остина на Майклза, оказался не в состоянии судить матч, Тайсон отсчитал три удара в пользу Остина. Осознав свое поражение, разозленный Майклз начал ругаться с Тайсоном, за что и был, нокаутирован, боксером первым же ударом. Тайсон появился на WWE Monday Night Raw 11 января 2010 года в матче двух команд Тайсон и Крис Джерико против The Generation X. В какой-то момент на ринг выбежал Харнс Воггель, одетый как и Вандер Халифилд, и занял место на ринге рядом с Майклзом и Triple H, пока Джерико что-то им выговаривал. Стоя спиной к Тайсону, Майк снял свою футболку, под которой была другая футболка с символикой The Generation X, и, нокаутировал, своего напарника после того, как тот повернулся к нему лицом, принеся победу Шону Майклзу и Triple H. 31 марта 2012 года Тайсон был введен Шоном Майклзом и Triple H в Зал Славы WWE. 28 мая 2020 года Майк Тайсон появился на шоу Dynamite компании All Elite Wrestling, устроив потасовку с Крисом Джерико. Актерская карьера Майк Тайсон эпизодически снялся в более чем 55 фильмах, шоу и сериалах. Война Фараона, 2019 Кикбоксера возвращается, 2018 Китайский продавец, 2017 На колесах, 2017 9 легенд, 2016 Ип Ман 3, 2016 Забойный реванш, 2013 Как я встретил вашу маму, 16 эпизод восьмого сезона, 2013 Очень страшное кино 5, 2013 Мальчишник 2, из Вегаса в Бангкок, 2011 Человек против природы, новый вызов Тайсона, 2011 Осмеяние Чарли Шина, 2011 Мальчишник в Вегасе, 2009 Тайсон, документальный фильм, 2008 Полный финиш, 2007 Рокки Бальбоа, 2006 Когда меня полюбят, 2004 Крокодил Данди в Лос-Анджелесе, 2001 Боливия, 2001 Черное и белое, 1999 Бей в кость, 1999 Безумное телевидение, 1995, 2009 Падший чемпион, нерассказанная история Майка Тайсона, 1993 В массовой культуре Майк Тайсон послужил прообразом боксера Яна Макгрегора из аниме-сериала «Боец Баки» Дридерик Татум из мультсериала «Симпсоны» является пародией Тайсона В телесериале «Альф» очень часто упоминается Майк Тайсон Альф часто ставит на него деньги, а в одной из серий даже позвонил ему и вызвал на поединок с Вилли, но ответила девушка Тайсона В 2012 году Майк подрабатывал на сцене, где он рассказывал людям о своей жизни Жанр, который выбрал бывший спортсмен, театр одного актера Два месяца назад автобиографические шоу «Железного Майка» с ажиотажем прошли в Лас-Вегасе Его представления продлились с 31 июля по 5 августа на Бродвее 6 апреля 2013 года в Детройтском театре «Фокс» прошло сольное шоу одного человека «Майк Тайсон. Неоспоримая истина» Шоу является частью 10-недельного тура по США, в главной роли которого выступает 46-летний Майк Тайсон Майк Тайсон является одним из играбельных персонажей в видеоиграх Fight Night Round 4, Fight Night чемпионы WWE, 13, EA Sports UFC 2 Фрэнки однажды проснулся в роли Майка Тайсона Проблемы со здоровьем В детстве у Майка были проблемы с легкими, из-за чего он часто оказывался в больнице В документальном фильме Тайсон сказал, что перед боем с Бербиком он подцепил гонорею, из-за чего не мог сосредоточиться на бое В 1989 году у Майка начались проблемы с алкоголем из-за развода и других проблем, поэтому Майк вскоре забросил тренировки, но после боя с Дагласом записался на лечение С середины 1990 до 2010 года у Майка были проблемы с наркотиками, и это сильно отразилось на его карьере, психике и проблемах с законом Например бой с Анджеем Голотой, когда Тайсон одержал победу, допинг-проба показала следы марихуаны у Тайсона в крови и бой был признан несостоявшимся Во втором бою с Халифилдом, после очередного удара головой, Тайсон не выдержал и укусил противника за ухо, а затем в клинче после двух удара укусил его еще раз После остановки боя Тайсон рвался на Халифилда и начал бить всех, кто мешал ему подобраться к Халифилду Позднее Тайсон сделал заявление, что он сошал с ума из-за нарушений со стороны Халифилда и того, что судья ничего не делал, и что у него была одна мысль на уме – убить Халифилда Но 15 лет спустя Тайсон сделал заявление, что помимо ярости из-за ударов Халифилда головой, укусил его под действием наркотиков 29 декабря 2008 года Майк Тайсон был арестован за употребление кокаина за рулем, но был отпущен на следующий день Из-за наркотиков же у Майка начались проблемы с лишним весом В лучшей форме, как сказал сам Майк, он весил 97,18 килограмма, 214 фунта В конце 90-х вес Майка колебался в пределах 101-102 килограмма В бою с Брайаном Нильсоном он весил 108,7 килограмм, но это не помешало ему выиграть В бою с Льюисом он весил уже 106,1 килограмм, и лишний вес был явно виден на теле С 2007 по 2010 год Майк весил около 140 килограммов, однако в 2008 году стал веганом, снова начал заниматься спортом и похудел почти на 40 килограммов В 2013 году Майк Тайсон сделал заявление, что употреблял марихуану и кокаин в последние годы боксерской карьеры Он использовал искусственный пенис и чужую мочу для того, чтобы успешно проходить допинг-тесты после боев, в частности в бою против Луса Варезе Этим объясняется его неуправляемая агрессия во время и после боя